Приветствую вас на канале AltermorScore. В этом выпуске я расскажу вам, как пользоваться Sound Variations в Studio One 5. Sound Variations появилась в версии Studio One 5.2 и была реализована для того, чтобы вам было удобнее менять артикуляции ваших инструментов из библиотек, которые вы используете в сэмплере В первую очередь это нововведение, актуально и интересно для композиторов, которые работают с оркестровыми библиотеками, где у каждой библиотеки каждого отдельного производителя тем или иным способом реализованы инструменты и их артикуляции. Способ переключения артикуляции в самом сэмплере всегда одинаковый и чаще всего осуществляется с помощью крайних клавиш на вашей миди-клавиатуре. В нашем же случае нам необходимо быстро переключаться между существующими артикуляциями, чтобы в процессе работы мы не тратили время на поиски тех самых клавиш, которые их меняют. И даже если вы знаете эти клавиши, то когда будете работать с разными библиотеками и десятками миди-треков, то можете банально запутаться. Sound Variations решает эту проблему и позволяет нам быстро и удобно менять артикуляции ровно в том месте, где нам это нужно. Для тех, кто не понимает, что такое артикуляции, поясню. Это способ исполнения последовательного ряда звуков, иными словами, техника игры на инструменте. Так как же пользоваться Sound Variations? После того, как вы загрузили ваши инструменты и библиотеки, выбираете необходимый вам трек, к которому подключен инструмент из сэмплера, с которым вы собрались работать. Для начала нажмите на кнопку Edit на нижней панели. Появится область редактирования, и здесь в левой панели вы увидите иконку гаечного ключика, который открывает рабочее окно Sound Variations. В этом окне нами предстоит создать необходимые вариации для нашего инструмента. Это не придется делать каждый раз. Вы просто один раз создаете все необходимые вам вариации для конкретного инструмента, и сохраняете их в отдельном файле вариаций для этого инструмента. И в следующий раз, когда откроете проект и будете использовать тот же инструмент, вы просто открываете файл этих самых вариаций, которые вы создали ранее, и пользуетесь. Когда мы открыли окно Sound Variations, в верхней части окна выбираем Disable Key Switches. Это нужно для того, чтобы когда вы пропишите клавиши изменения артикуляций, они не конфликтовали с родными установленными клавишами. То есть таким образом вы исключаете изменения артикуляций другим способом в данных условиях использования инструмента. Далее, у нас тут есть несколько кнопок. New Variations создает вариацию, для которой вы пишете название, соответствующее названию конкретной артикуляции и саму ноту-клавишу, которая ее определяет. Тут же можно задать условия для отдельных ее параметров. New Folder создает папку, в которой мы можем поместить конкретные артикуляции, чтобы отсортировать их для удобства использования. Во вкладке Action у нас есть разные возможности, которыми я не пользовался, и поэтому ничего о них не скажу, кроме пункта Clear All Key Switches, который поможет вам очистить область от всех установленных артикуляций, если это нужно. Внизу есть маленькая иконка документа, нажав на которую, мы можем либо сохранить созданный список смены артикуляций, либо обновить существующий. Давайте создадим новый файл смены артикуляций инструмента. Для этого нам нужно найти первую клавишу для определения первой артикуляции, с которой начинается их последовательность переключения. Активируем наш патч в сэмплере и смотрим, где активируются кнопки при нажатии. Чтобы прокрутить область клавиш в этом окне, покрутите колесико мыши, либо расширьте само окно. Выбираем клавишу для первой артикуляции и пишем ее название. Дальше нам не нужно искать ноту каждой, так как обычно артикуляции идут одна за другой и ноты, которые их изменяют, также. Поэтому просто нажимаем New Variation столько раз, сколько у нас всего артикуляций и получаем все необходимые клавиши для их изменения. Осталось только назвать каждую. Для проверки стоит убедиться, что все ноты идут по очереди одна за другой, и вы не допустили ошибки, чтобы потом не искать причины. Если все хорошо, сохраняем наш файл. С некоторыми библиотеками не все так очевидно и просто. Например, в библиотеке Cinematic Studio Strings каждая артикуляция имеет дополнительные настройки, это тоже отдельные артикуляции, но реализованы в рамках одного типа. И здесь мы видим, что у нас всего на одной клавише, определяющей Sustain, доступно четыре разных артикуляции. Что делать в этом случае? Зажмите на клавиатуре клавишу Shift и нажмите левой кнопкой мыши на выбранной артикуляции в самом патче инструмента. Вы увидите область, в которой указано, какие клавиши отвечают за смену таких артикуляций в этой области. Теперь мы можем прописать все существующие артикуляции в Sound Variations. И как вы могли заметить, в области, где нужно вводить клавишу ноту их изменения, есть дополнительные переменные, где C-1 отвечает за Sustain, A-Sharp-1 отвечает за условия Legato, и B-1 отвечает за исключение техники Concordino в данной артикуляции. Я думаю, принцип вам понятен. Попробуйте сделать это сами, и вы обязательно разберетесь. А если нет, то комментарии под видео всегда открыты, пишите. Таким образом, для этого инструмента нам придется создать целый список артикуляций, чтобы была возможность реализовать их все по необходимости. Для сменной артикуляции коротких нот советую прежде отключить автоматизацию под колесо модуляции для их смены. Кроме того, Sound Variations позволяет вам комбинировать артикуляции в одну, чтобы использовать их вместе. Для того, чтобы это реализовать, в области, где выбирается нота определения артикуляции, дописываем ноту еще одной артикуляции, которую хотим добавить к первой. Удобно, что мы можем сохранить такие артикуляции отдельно в другой папке, не затрагивая оригинальных. Теперь, когда вы создали список необходимых артикуляций, давайте применим их на деле. Для этого в области редактирования у нас должна быть открыта линия автоматизации на вкладке Sound Variations, в которой мы карандашом прописываем выбранную артикуляцию под нужные нам ноты. Если вы пишете ноты вживую и не квантизируете их, следите за тем, чтобы линия артикуляции успевала задействовать ее в момент проигрывания ноты. Советую выделять сами ноты мышкой и выбирать к ним артикуляцию. Я написал небольшую струнную партию. Давайте послушаем, что мы можем получить в итоге, используя разные артикуляции и как интересно это звучит. Как видите, Sound Variations помогает нам создавать более сложные партии и делать нашу музыку интереснее. Если вы чего-то не поняли и у вас остались вопросы, напишите их в комментарии, ведь мы здесь активно общаемся. Если вам понравилось это видео, оцените его и поделитесь им с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал. Желаю вам творческих успехов! Субтитры создавал DimaTorzok